Сегодня вечером в концертном зале Российской национальной библиотеки состоится необычный концерт «Фантазия» в жанре джаз-поп, мемансы и видео-арт. Музыкальные новеллы о любви прозвучат в исполнении инструментального театра «Сити Мьюзик Бэнд». И называется программа «Лав Ис. Любовь – это». Но как же иначе в преддверии Дня Святого Валентина? Подробнее о том, что увидят и что услышат зрители, расскажет наша гостья. Сористка оркестра «Сити Мьюзик Бэнд», лауреат международных конкурсов Екатерина Никитина. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Очень интересный формат. Концерт «Фантазия». Что же это такое? Это будет интересная игра в имитацию киносъемки. Наш «Сити Мьюзик Бэнд» часто представляет свои концерты в форме инструментального театра. То есть это некоторое представление, абстрактная игра. И мы рассказываем шесть новелл о любви. О любви известных звезд-музыкантов. Чья музыка? Она ведь вдохновляла миллионы любящих сердец. А мы задумались, а что же вдохновляло их? Екатерина, если представить себе идеальный саундтрек для Дня Святого Валентина, по вашему мнению, каким он мог бы быть? Давайте топ-3, да? Если романтично, вот так вот. Мне вспоминается Луи Армстронг «Какой замечательный мир». Мы будем исполнять эту музыку тоже. Также сегодня мы исполним вживую саундтрек. Такой сюрприз нас ждет. Замечательно. Эдди Келверт «Вишня в цвету». То есть это жизнерадостное время любви. И, как самая удивительная вещь, песня «Лонлинос», «Одиночество», «Уединение». То есть оно может быть настолько красиво, например, в ожидании любви. Ага. Ну тогда да, тогда принимается как самая романтическая песня. Расскажите, пожалуйста, о своих коллегах, которые входят в сети Music Band. Каждая из них уникальная творческая личность, очень любят творческие эксперименты, солисты лучших оркестров Петербурга. Вы, кстати, хорошие импровизаторы. И что является отличительной чертой, хорошо, замечательно играют и классику, и джаз. То есть чувствуют стили обоих направлений. Ну вот те композиции, которые вы назвали, ну это такая классика, это стандарты такие. А скажите, пожалуйста, аранжировки кто делает именно для вашего концерта? Конечно, обязательно надо сказать об Ирине Вакуленко. Известный петербургский композитор, аранжировщик. Именно от нее исходит этот творческий импульс, эти идеи и вот эти задумки. И удивительная музыка. Кстати, автор очень красивых романтических композиций, которые полюбились петербуржцам. Программа же называется Love is. Любовь это. А как вот вы продолжили бы эту фразу? Любовь это? Я бы сказала, что именно любовь позволяет нам оторваться от земного тяготения, то есть преодолеть его. Потому что это одно из самых важных вещей. И также двигатель жизни и прогресса. Ну и, конечно, музыкального вдохновения тоже. Помогает музыка, безусловно. Обязательно. Как вы думаете, может ли композитор, известный композитор, талантливый, которых вы, кстати, и назвали, написать произведение, если у него нет музы? Вы знаете, если у него нет музы, судя по истории и наблюдая за жизнью великих артистов, они ее сначала ищут. А потом уже пишут музыку. Музы необходимы для музыки, скажем так. Спасибо большое. Спасибо. Теперь мы хотим услышать ту композицию, которую вы уже для нас проанонсировали. Просим. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ